привет мои хорошие с вами светлана сегодня у нас обзор на новую коллекцию посуды фаберлик а именно сковорода глубокая сковорода из нержавеющей стали и так поехали вместе с вами первый раз тестировать чтобы понять стоит оно того или нет смотрите показываем информацию по уходу кому интересно термоаккумулирующие дно что это вообще такое специальная конструкция трехслойного дня дня дна здесь металлы с различными свойствами нержавейка алюминий плюс опять нержавейка быстрый нагрев посуды равномерное распределение по всей поверхности и долговременное сохранение вот это самый интересный пункт то есть до конца готовки можно выключить за 15 минут интересно если вот яичница разбил яйцо и сразу выключать надо будет тоже попробовать слушать и шот сниму обязательно но коротенький ролик за не точно выложу так для всех видов плит и артикул у нас здесь с вами где артикул 910 440 вот ее характеристики кому интересно подробно так вот по-русски вот они и что мы с вами сейчас будем делать у меня уже готов фарш накрутила здесь была подробная инструкция а как приходит посуда вы видели здесь инструкция подробная ну в принципе то же самое что на коробке написано она нам не нужна так плоская крышечка вот такая вот не выпуклая а плоская сковорода тяжелая она действительно тяжелая вот здесь у нас есть маркировка фаберлифон две ручки которые прикручены их можно открутить при желании но именно вот эти вот коричневая информация на донышке вот такая вот такое вот дно вот так она выглядит посмотрим как она будет выглядеть со временем и маркировка 1 и 2 литра что мы с вами делаем сейчас мы должны горячей воде помыть ее и высушить и в принципе приступать к готовке ласа сковороду со средством для мытья посуды насухо вытерла полотенцами важный момент чтобы газ от конфорки не выступал за дно то есть выбираем оптимальный размер у меня даже вот эта самая большая конфорка думаю очень хорошо подходит поэтому сейчас посмотрим за сколько нагреться я включаю огонь практически на минимум нож чуть побольше так не знаю что вы попробуем сами готовить без масла и все-таки добавим чуть-чуть масла потому что я во первых и не люблю у меня фарш еще потому что такой суховатый куриный давайте чуть масло добавим все равно а коротенький ролик потом взят сниму попробую жарить яичницу без масла как это все дело будет выглядеть так что хочу сказать сковорода уже горячая хотя мы с вами только включены можно дотронуться но уже горячие так беру ложечку на весь фарш не нужен перекладываю в сковороду а ничего не шкварчит не жарится но здесь горячо я уже чувствую то есть нагрелась она быстро ой уже все не дотронешься несмотря на то что такое толстый дно прям вот горячо положила свои любимые специи посолила поперчила и уже слышу как шкварчит то есть процесс готовки пошел а в самой сковороде везде тепло то есть у даже без крышки я держу руку на такой приличной высоте и здесь горячо то есть то что она прогревается по всему периметру но можно охотно поверить вот смотрите уже тот фарш чтобы внизу у нас обжарился но он прилипает не пойму масло маловато наверное не скажу что прилипает но нет вот видите прилипать все-таки масло надо побольше но это фарш девчонки то фарш фарш без масла обжарить можно но сложно вот где масло есть как бы все отлично с яйцом потом у нас с вами эксперимент будет попозже так ну что я сейчас здесь секу время сколько у меня и покажу вам потом конечный результат наверное добавляю еще масло чтобы все у нас было вкусно и красиво посмотрим как у нас с вами будет выглядеть продукт немножко попозже мне интересно вот этот вот момент конечно то что за 15 минут до конца готовки выключить то есть еще 15 минут она будет горячая в ней будет жариться или вот в ней будет тушиться или она просто будет горячие сохранять тепло мы с вами этот момент конечно проверим посмотрим я все-таки обжарю фарш до готовности и потом выключим плиту и посмотрим что будет происходить потому что сейчас шкварчит жарится дай вы это слышите посмотрим что будет когда мы выключим газ фарш готов вот так все это дело выглядит в принципе все отлично все хорошо достаточно быстро сколько на медленном огне 15 минут на медленном огне я готовлю я сейчас половина фарша откладываю кетчуп выключаю сковороду посмотрим как это все дело будет тушиться дальше выключено и вот что у нас получается я добавляю сюда немного воды она тут закипит кетчуп кетчуп томатную пасту выключаю газ все и смотрим будет ли это готовится еще на выключенном режиме как следует все перемешиваю сейчас закрою крышкой посмотрим но я не вижу чтоб что-то готовилось после того как мы выключили газ хотя прям моментально наверно кетчуп не нагрелся грела кетчуп и теперь выключаю и посмотрим что будет происходить беру крышку накрываю пока готовится сейчас засеку посмотрю сколько все это дело будет готовиться на выключенном огне хочу сказать кипеть и бурлить перестала через минуту но все горячее и сохраняет тепло достаточно долго я думаю я сейчас проверю через сколько она остынет пока она огненная можно докоснуться но она огненная поэтому конечно нет готовить после выключения в ней нельзя но тепло сохранять она будет долго в принципе в это охотно могу поверить да потому что ну все герметично еще и под крышечкой поверю охотно поверю но она не готовит после выключения и за 15 минут до готовности выключать что я в ней не знаю допустим сырой фарш я не выключу естественно я его приготовлю а если только что-то тушить вот то что блюдо тушится долго там полтора-два часа на 15 минут пораньше выключить и дать настояться а больше варить в ней тоже не сваришь это надо кастрюльку пройдали для первых блюд кастрюльки ну да выключил настоялось все потому что долго держит тепло по типу термоса до три слоя металла на дне и вот по типу термоса конечно действует и под крышечкой тепло будет сохраняться долго так что нам осталось с вами еще проверить как она моется и показать после готовки дно ну как выглядит сковорода перед тем как я ее помою видите вот тут все-таки но пригоревшие места есть поэтому она будет хорошо мыться и дно это я вообще на драками покажу то вдруг повалится нужном за одну готовку ничего абсолютно не случилось все отлично все замечательно моем что помылась она легко и загрязнение отходит легко вот хочу к чему-нибудь придраться но пока девчонки не могу слушать и тепло она держит действительно долго вот прям долго а я думала 24 сантиметра будет маловато но она глубокая то есть тушить здесь мясо в принципе приличный объем вполне себе получится загрязнение кстати скопилось вот здесь вот где я вам показывала вот эти вот вмятинки от ручек вот такие вот видите вот вот так все это выглядит вот эти от ручек вмятинки вот с этой стороны но именно в этом месте и скопилось отмывается легко как бы все отлично все прекрасно пока не могу ничего плохого сказать но здесь девчонки покажет время поэтому ну давайте договоримся с вами что по прошествии двух недель трех я обязательно расскажу либо в обзоре следующего заказа либо в обзоре каталога надо до обзора каталога мало времени осталось поэтому только если следующего либо если с ней что-то случится и будет что рассказать я прям сниму ролик и все вам покажу пока мне очень нравится не могу придраться хотя вот со всех сторон уже посмотрела да так что нравится хочу взять в следующий раз если появится на складе либо кастрюльку либо ковшик ковшик вот мне заменить бы тоже очень обновить хотелось но на этом все мои хорошие если вы уже брали посуду из этой коллекции обязательно пишите то что прошлая коллекция посуда отвратная для меня фаберлик я выкинула сковороду из прошлой коллекции это просто гадость редкостная но здесь вроде со всех сторон посмотрела решила что это должно быть гораздо лучше ссылка для регистрации фаберлик всегда под видео проходите регистрируйтесь буду вам помогать ну и надеюсь что обзор был вам полезен и интересен пишите свои отзывы будет очень интересно почитать пока пока